Добрый день, мы рады приветствовать участников марафона здоровья. Меня зовут Анохина Анастасия Васильевна, я врач-ординатор-диетолог первого года. И сегодня мы хотим поговорить с вами о такой важной проблеме, как влияние качества и продолжительности сна на пищевое поведение и динамику массы тела. Сначала хотелось бы сказать, что же такое сон. Сон – это периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся сниженной реакцией на окружающий мир. Оно присуще млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным. Основные две фазы сна человека – это быстрый и медленный сон. Существует несколько разных функций данных стадий. Основные функции медленного сна – это консолидация информации, то есть переход в кроковременную память в долговременную. Также это синтез белковых молекул, которые используются затем в фазу быструю сна и фазы бодрствования. Существует же несколько теорий о функциональной составляющей быстрого сна. Основной из них является информационная, согласно которой в фазу быстрого сна также происходит консолидация информации, то есть переход кратковременной памяти в долговременную память. Какая же средняя продолжительность сна в России? В среднем россиянин спит по 6,83 часа в день, что является недостаточным. Средняя рекомендованная продолжительность сна – 7,5-8 часов в день. Самые спящие регионы – это Чечня, Тыва и Ямало-Янецкий автономный округ. Их продолжительность сна – около 9 часов. Меньше всего спят жители Адыгеи, Мадаганской и Псковской областей – в среднем 7,5 часов. Также минимальная продолжительность сна фиксируется в Московской, Калининградской и Ивановских областях. Ученые и врачи связывают это с высоким уровнем стресса в данных регионах. Какая же взаимосвязь сна и ожирение? Было проведено большое количество исследований. Из них, например, одно Wild Hall Study 2, которое показало достоверную взаимосвязь между сокращением продолжительности сна на 1 час в день, что повело за собой увеличение индекса массы тела на 0,35 кг на метр квадратный, также увеличение окружности талии и повышенный риск развития ожирения. Какие симптомы некачественного сна? Как мы уже знаем, важна не только продолжительность, но и качество сна. Даже при нормальной продолжительности 7,5-8 часов, если качество сна было снижено, то будут проявляться такие симптомы, как усталость, головная боль, дневная сонливость, нарушение внимания, снижение сосредоточения и способности запоминать информацию, также повышенная раздражительность. При этом, как же качество и продолжительность сна влияют на пищевые привычки? Появляются более калорийные приемы пищи, жирные пищи, также появляется большее количество продуктов, богатых углеводами в нашем рационе, увеличивается количество калорийно-газированных напитков, кофеин, содержащих напитков, а также сладости и фастфуны. При этом в нашем рационе снижается потребление клетчатки, фруктов, овощей и молочных продуктов. Какие факторы будут способствовать снижению качества сна? Основные из них – это освещенность, происходит фотоингибирование синтеза мелатонина при искусственном освещении интенсивностью более 60-130 люкс, лекарственные средства, кофеин, содержащие напитки, вредные привычки, такие как употребление алкоголя, курение, синдром свено-часовых поясов, а также бессонница выходного дня или социальный джетлаг. Это синдром, которым страдают в настоящее время работающие люди, а также учащиеся. При этом в выходные дни при позднем пробуждении запускаются процессы адаптации циркадных ритмов, как при перелете на запад. С началом же рабочей недели учащиеся встают на несколько часов раньше, и циркадные ритмы восстанавливаются, как при перелете на восток. Здесь стоит упомянуть, что если разница между пробуждением в будние и выходные дни будет более пяти часов, то полного восстановления циркадных ритмов происходить не будет. Что же такое циркадный ритм? Циркадный ритм – это циклические колебания интенсивности различных биологических процессов, связанные со сменой дня и ночи. Период циркадных ритмов у человека близок к 24 часам, то есть суткам. Регуляция циркадных ритмов есть эндогенная, то есть под действием генетической регуляции, и экзогенная, под воздействием модифицирующихся факторов окружающей среды. У животных основным модифицирующим фактором выступает солнечный свет, у человека, поскольку мы существа социальные, то также начало и конец рабочего дня могут выступать модифицирующими факторами окружающей среды. Было большое количество экспериментальных исследований циркадных ритмов. Одно самое известное было в 1972 году, когда Мишель Сифер, геолог, на полгода ушел под землю в одну из пещер Техаса. В первые пять недель его суточный циркадный ритм установился на 26 часах, что некоторым больше привычного нам 24-часового циркадного ритма. Каждый день он просыпался чуть позже, чем в предыдущие дни, но затем график его и распорядок жизни установился, и вставал и просыпался он в одно и то же время. Также было отмечено колебание температуры тела, вне зависимости от условий окружающей среды. Так засыпал Мишель Сифер, когда температура тела его снижалась до 36 градусов, а просыпался, когда температура тела повышалась. Также в 2017 году трём американским учёным была присуждена Нобелевская премия по физиологии и медицине. Лауреатами стали Джеффри Холл, Майкл Росбыш и Майкл Янг. Они получили Нобелевскую премию как раз за открытие некоторых механизмов регуляции циркадных ритмов. Циркадным ритмам в нашем организме подвержено большое количество процессов, в том числе и секреция различных гормонов. Так, например, гормон кортизол выделяется в основном пик его концентрации в 4-5 часов утра. При этом запускаются процессы, которые подготавливают наш организм к пробуждению, среди которых повышение давления, ускорение пульса и снижение свёртываемости крови. В 6-8 часов утра концентрация этого гормона в крови достигает максимума. С 8 до 12 концентрации гормона достаточно для того, чтобы поддерживать уровень бодрости и активности нашего организма. Затем концентрация гормона постепенно снижается и достигает минимума к 22-24 часам, что способствует мирному отходу костной засыпанию. Также циркадным ритмом подвержена секреция адренокортикотропного гормона, который также имеет пик секреции в ранние утренние часы между 7 и 11 часами дня. Затем концентрация гормона постепенно снижается и вечером достигает своего минимума, что позволяет снять дневное возбуждение и мирно заснуть нашему организму. Тиреотропный гормон также подвержен циркадным ритмам секреции. В отличие от двух предыдущих гормонов, пик его секреции наступает в вечерние часы, между 11 часами вечера и 4 часами утра. В первой же половине дня его значения снижаются до минимальных цифр. Основной гормон сна – это гормон мелатонин. Это гормон эпифиза, синтезирующийся из незаменимой аминокислоты трептофана, которую наш организм поступает вместе с пищей. Это основной гормон хронобиотик, который отвечает как раз за синхронизацию эндогенных циркадных ритмов. Как же происходит секреция мелатонина? Информация об освещенности попадает на фоторецепторы сетчатки. Затем по ритиногипоталамическому пути она попадает в супрахиазматическое ядро. Супрахиазматическое ядро – это центр регуляции секреции гормона мелатонина, который затем отдает импульсы в эпифиз. В эпифизе, в пенелоцитах как раз и происходит синтез этого гормона. Если попадают на рецепторы сетчатки информации о том, что яркое освещение, то происходит ингибирование и не происходит секреции мелатонина. Если же темно, то происходит стимуляция секреции мелатонина. Здесь стоит отметить, что в искусственном освещении в темное время суток выработка мелатонина прекращается и не происходит. Как я уже говорила, синтез мелатонина происходит из незаменимой аминокислоты трептофана. Сначала в эпифизе из-за трептофана образуется серотонин. Но серотонин не является конечным продуктом секреции в эпифизе. Затем под воздействием N-ацетилтрансферазы серотонин переходит в N-ацетилсеротонин. Это уже не активное вещество. И затем в темное время суток под действием ряда ферментов N-ацетилсеротонин превращается в мелатонин. Как же мелатонин влияет на наше пищевое поведение? Мелатонин ингибирует ароксигенные и стимулирует анороксигенные рецепторы в ЦНС. Что приводит к снижению потребления пищи в ответ на выделение мелатонина в ночные часы. Именно поэтому аппетит вечером снижается и ночью мы не хотим есть. Завершение же сигнала мелатонина в ранние утренние часы наоборот приводит к стимуляции ароксигенных факторов и подавлению анороксигенных, что вызывает чувство голода. Гипомелатонин и миа, то есть снижение выработки гормона мелатонина, приводит к увеличению аппетита, что может быть ассоциировано с такими заболеваниями, как импульсивное переедание, пищевая аддикция и синдромом ночной еды. Как же мы можем разнообразить наш рацион, чтобы увеличить качество и продолжительность сна? Здесь, как я уже говорила, основным будут продукты, содержащие трептофан. Самостоятельный трептофан плохо усваивается, поэтому важно потреблять его источники с продуктами, содержащими медленные углеводы, например, хлеб, каши, овощи. Также для полного метаболизма трептофана необходимо присутствие витаминов, например, С, В6, фолиевой кислоты и магния. Какие же факторы приводят к дефициту трептофана в нашем организме? Среди прочего мы можем назвать периоды значительного стресса, ряд ограничительных диет, вегетарианство, интенсивные занятия спортом, а также возможно избыточное потребление алкоголя. Здесь стоит помнить, что передозировка трептофана так же плоха, как и его недостаток. Максимальная суточная доза 4,5 грамма. При этом можно назвать некоторые симптомы передозировки, такие как изжога, отрыжка, метеоризм, головные боли, головокружение, сонливость, мышечная слабость. За рубежом популярен такой термин, как эффект жареной индейки. Он распространен на основные праздники, например, на День Благодарения в Америке и Рождество. Многие ученые связывают это с большим количеством жареной индейки в праздничных обедах. Но некоторые с этим не согласны и с этой сонливостью связывают так же не только пищу, богатую трептофаном, но и пищу, богатую большим количеством быстрых углеводов, высококалорийной пищи, которая так же может повлечь за собой сонливость в праздничные дни. Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты. В Оксфордском университете было проведено исследование, согласно которому употребление добавки омега-3 влекло за собой уменьшение ночных просыпаний, более длительный ночной сон и в целом способствовало более качественному и продолжительному сну. Магний. Магний также очень важен нашему организму для увеличения качества и продолжительности сна. Основные его механизмы магний участвует в синтезе мелатонина, также облегчает депрессию и беспокойство, оказывает успокаивающий эффект. А мы знаем, что у многих наших пациентов есть некоторые депрессивные состояния, которые мешают, например, им заснуть или увеличивают количество ночных просыпаний. Также магний способствует расслаблению мышечных волокон. Помимо этого, важным плюсом в магнии есть не только то, что его можно употреблять с продуктами или в виде добавок, также пациентам можно рекомендовать магний с водой или, например, трансдермально в виде магниевых ванн с английской или эпсом-солью. Среди преимуществ данного способа это отсутствие воздействия на ЖКТ, а также невозможность передозировки. Кальций. Также было установлено в одном из исследований в Университете Токио, что сон зависит от активности кальция в нейронах. Так, приток кальция в нейроны требовался для засыпания, а вывод ионов кальция для пробуждения. Здесь перечислены некоторые продукты, богатые кальцием. Включение нескольких из них в свой рацион также увеличит качество и продолжительность сна. Витамины являются очень важными в нашем организме. В нашем питании также важно, чтобы их было в достаточном количестве и большом разнообразии. Некоторые из них также увеличивают качество сна. Например, витамин Д, его дефицит связан с более высоким риском нарушений сна. Например, плохое качество сна, короткая продолжительность или дневная сонливость. Витамины группы В способствуют быстрому засыпанию, обеспечивают энергетический баланс и также уменьшают тревожность. Помимо этого облегчают симптомы стресса и депрессии, которые могут вызывать проблемы со сном. Витамин Е не обязателен при синдроме беспокойных ног, который также может являться большой причиной снижения качества продолжительности сна у наших пациентов. Большинство людей, у которых был нарушен режим сна, страдают от этого синдрома. Поэтому добавить свой рацион продукты, обогащенные витамином Е, будет только на пользу. Также витамин С. Было проведено большое количество исследований, по результатам которых увеличение витамина С в крови влекло за собой лучшее качество и увеличение продолжительности сна. Какой же сбалансированный ужин важен для хорошего сна? Во-первых, нужно обговорить время. Лучше всего ужинать за 3-4 часа до сна, но не позже 8 часов. В целом, подбирать время ужина нужно индивидуально, прислушиваться к своему организму и делать выбор времени вечернего приема пищи осознанно. Лучше всего в качестве ужина подойдет небольшое количество индейки, запеченной в духовке, является отличным источником белка и, как мы уже говорили, трептофана. Небольшое количество гречневой крупы. Медленные углеводы будут способствовать более долгому чувству сытости. Таким образом, перед сном вы не будете испытывать сильное чувство голода. Также необходимо добавить овощи в свой вечерний прием пищи. Я бы порекомендовала салаты шпината, заправленные оливковым маслом. Содержат большое количество витаминов и растительной клетчатки. На ужин возможно употребление малых доз алкоголя. Важно помнить, чтобы это количество было умеренным, не переусердствовать с данным продуктом в нашем вечернем рационе. Какие же продукты снижают качество сна? Что лучше ограничить для того, чтобы улучшить свой сон? Кофеин, содержащий напитки, такие как кофе, горячий шоколад, какао, а также зеленый и черный чай. Вечерние часы лучше перейти на воду, например, на горячую воду с лимоном. Также стоит убрать алкоголь, особенно его большое количество, особенно крепкий алкоголь. И продукты, содержащие аминокислоту тирамин, такие как шоколад, вино, сыр, копченость и мясные полуфабрикаты. На ужин не стоит увлекаться продуктами с избытком соли и усилителем вкуса, так как они будут увеличивать жажду и количество ночных просыпаний, для того, чтобы эту жажду удовлетворить. Помимо нашего рациона, также необходимо помнить о гигиене спальни. Здесь важны такие понятия, как полная тишина, соблюдение оптимальной влажности. Оптимальная влажность спальни 50-60%. Также перед сном важно проветривать комнату, для того, чтобы увеличить приток кислорода. Не стоит забывать, что в спальне должна быть полная темнота. Для того, чтобы это обеспечить, помогут шторы или, например, маска для сна. Здесь также представлено на этом слайде некоторое количество советов, такие как, например, соблюдение режима сна. Лучше всего ложиться и вставать в одно и то же время. Также регулярные занятия физической активностью помогут улучшить качество и продолжительность сна. Здесь также важно обратить внимание на соблюдение ритуалов отхода ко сну. Перед сном можно выйти на небольшую прогулку на 20-30 минут на свежем воздухе, принять теплую ванну, почитать книгу. Важно, чтобы такие ритуалы были каждый день и приносили вам удовольствие. Благодарю за внимание.